Все, да? Дорогие друзья, все кто меня видит, меня зовут Валерий Антонович Бадмаев, я главный редактор газеты «Современные Калмыкии». Я хочу выступить перед вами в связи с предстоящими завтра голосованием депутатов ИГС по кандидатуре главы администрации города Переста. Как известно, во второй этап вышли Трапезников, некто Шурхчиев, а также два представителя общественности – Валентина Ирнеева и Санау Эрнженов. Я хочу высказаться по поводу работы этой так называемой комиссии. Не могу сказать о всех членах комиссии, но председателя комиссии Араша Манжеева я знаю хорошо. Начиная с 2009 года, с января месяца, когда он работал начальником ИК-3 колонии поселения в Цаганусыне Яшкольского района. Тогда там избили ни за что, ни про что семерёв заключённых. Вы сами понимаете, это колония поселения. Там люди полусвободные, люди, так сказать, почти гражданские. Их избили за то, что они не спели гимн России. Понимаете? Или не так спели гимн России, 1 января. Вот родители обратились ко мне, мы выехали туда, были зафиксированы побои, было возбуждено целое дело. И тогда я с помощью правозащитника Галитрова обратился в прокуратуру. И было вынесено представление прокурора Республики Калмыкия о том, чтобы Араша Манжеева вообще убрали из этой системы. А представление прокурора должно выполняться обязательно. И на время этот Араш Манжеев, это человек, который организовывал избиение невинных людей, заключённых, исчез из поля зрения. Потом он возник, появился, по-моему, в ВК-1. Потом я перестал интересоваться этой фигурой. Но в прошлом году, во время выборов главы Республики, исполняющей обязанности тогда главы Республики, Бату Хасиков вдруг назначил этого человека своим представителем Народных Уралов. Я тогда также вот в прямом эфире обратился ко всем телезрителям, ко всем избирателям и рассказал, что это за человек. Я поставил вопрос перед Бату, разве можно такого человека назначать представителем Народных Уралов? Теперь узнаю, буквально несколько недель назад, что Араш председатель этой комиссии нашей городской, которая отбирает кандидатов на должность главы города Элиста, главы администрации города Элиста. Это вот первый момент, на который я хотел обратить внимание, понимаете? И у меня, вот лично у меня, вот эта комиссия, если у нее такой председатель, не вызывает никакого доверия. И второй момент. Несмотря на то, что в число четырех кандидатов на должность главы администрации попали мои, так сказать, соратники, Валентина Ирнеева и Сана Валенджина, тем не менее, я убежден, что это спектакль. Как проголосуют депутаты, мне, например, уже известно, проголосуют за того, на кого покажет Бату Хасиков. В этой связи я хочу сказать и предупредить депутатов, господа депутаты, если вы проголосуете за Трапезникова, вы проиграете, потому что по федеральному закону Трапезников не имеет никакого права не то, что исполнять, не то, чтобы быть законно избранным главой администрации, вами избранным. Он вообще не имеет права исполнять обязанности главы администрации, потому что у него нет ни одного дня работы муниципальной службы и ни одного дня работы по специальности своей на территории Российской Федерации и на территории Республики Калмыкия. Так как он гражданином-то Российской Федерации стал только в мае или в апреле прошлого года. Вы все это знаете и тем не менее идете на нарушение закона. Но если вы сейчас его изберете, знайте, что вы нарветесь на иски в суд. Я думаю и Валентина, и Санал обязательно обратятся в суд. Если они не обратятся, обратимся мы, я вам это гарантирую. И это опять же еще вызовет всплеск негодования не только в городе Элисте, но и во всей республике. Вот о чем я хочу предупредить депутатов. И вообще я обращаюсь еще и к Бату Хасипову. Ну не надоело, да, играть в такие игры? Вы ведь знаете, что вы нарушаете федеральный закон. Вы знаете, что вы добиваетесь незаконных действий со стороны депутатов. Тем не менее вы перед этим не останавливаетесь. А ко всем, кто меня видит и ко всем вообще жителям Калмыкии, я обращаюсь и говорю. В очередной раз власть нагло хочет вытереть, образно говоря, хочет вытереть ноги о наши чувства, о наши гражданские чувства. И вообще власть нынешняя вообще не считается с мнением большинства, я уверен, большинства жителей нашего города. Ну и естественно определенной части жителей нашей республики. Вот все, что я хотел сказать по этому поводу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!